Ольга Костина Самое время подвести итоги недели и рассказать об основных событиях. Сегодня в городе состоялось торжественное открытие городской бани после капитального ремонта. Без сомнений, этого события с нетерпением ждали все поклонники и любители пара, как местные жители, так и гости из других городов. В программе был розыгрыш сувениров, приятных подарков, сертификатов на бесплатные посещения бани, горячий чай, экскурсия по банному комплексу, музыка и много сюрпризов. Подробнее об этом расскажем в нашем эфире в понедельник, 25 марта. Первых посетителей здесь ждут уже 23 марта. Баня начнет работать в обычном режиме. В Электрогорске завершился фестиваль птиц, в рамках которого прошли 4 конкурса, посвященные пернатам. Участники изготавливали скворечники, создавали поделки и рисунки вместе с семьей, а педагоги делились учебными презентациями. Итоги конкурсов в нашем материале. С приходом весны мы все чаще начинаем замечать птиц и вспоминаем о старой народной традиции вешать у жилья птичьи домики – скворечники. С 30 января в нашем городе проходил конкурс скворечников. Каждое образовательное учреждение предоставило на конкурс лучшие работы, изготовленные своими руками. Кто-то самостоятельно справился с заданием, а кому-то помогали родители. На нашей выставке вы можете видеть, что скворечников предоставлено достаточно много. Каждый год мы проводим этот конкурс, и каждый год работы удивляют своей неповторимостью, своей оригинальностью. Работы замечательные. Все участники подошли к конкурсу с фантазией и интересом, каких только не было. Большие и маленькие, в форме пенька, часов, разноцветные, с яркими рисунками, выжиганием, аппликацией. При этом все они функциональны и выполнены с учетом требований лесного хозяйства. Мнения жюри разделились, и крайне сложно было определить победителя. Весна уже наступила. Скоро прилетят птицы, первые скворцы, и, соответственно, скворечники наши будут им очень и очень нужны. Мы благодарим всех участников за такое активное и неравнодушное отношение к нашим конкурсам. Отдельная благодарность хотим выразить Электрогорскому участковому лесничеству за совместную работу, за сотрудничество с нашим учреждением, за активное участие и поддержку в этом конкурсе. И отдельная благодарность Брускову Александру Александровичу. Все победители и призеры конкурса получили грамоты и благодарственные письма. Но самая приятная награда за участие в конкурсе – услышать благодарное щебетание птиц рядом с нашими домами. Все скворечники будут вывешены на территориях учреждений нашего города. Часть скворечников мы планируем вывесить в городском парке, чтобы наш город стал еще красивее, чтобы в нашем городе летом пели птицы. Для того, чтобы мы могли с вами наслаждаться и радоваться пением наших птиц. Кроме того, в рамках фестиваля «Птичий базар» проводилось еще три конкурса, посвященных птицам. Конкурс поделок о конструировании, рисунков и фотографий и учебных презентаций для педагогов. 26 марта состоится прямой эфир главы города с жителями на телеканале ТВЛ. В прямом эфире с Денисом Семеновым обсудим актуальные темы, ответим на вопросы жителей и узнаем о планах на ближайшее будущее. Также прямая трансляция будет доступна в интернете. Начало эфира – 19.00. Ждем ваших звонков по телефону 3-24-43. 18 марта отметили пятилетие присоединения Крыма к России. В мероприятии на городском бульваре приняли участие представители администрации, депутатского корпуса, совет ветеранов городского округа, студенты, школьники и жители города. Мои коллеги познакомят с подробностями. Изменения, которые произошли на полуострове за эти пять лет, впечатляют. Через Керченский пролив проложили самую длинную переправу в Европе – Крымский мост. В Симферополе открылся новый терминал международного аэропорта. Крыму также за последние пять лет удалось полностью добиться энергетической независимости от Украины. Построен энергомост и газопровод из Кубани, а также две новые ТЭС. «Крым наш». Сегодня эта фраза звучит из уст практически каждого человека. Ровно пять лет назад состоялся референдум, на котором жители полуострова сделали свой выбор. Юбилейную дату отмечают с размахом. Акции, флешмобы, праздничные шествия – как отмечают в Электрогорске. Посмотрим. Празднование юбилейной годовщины началось с флешмоба, с участием танцевальной студии «Лига» из молодежного центра. Глава города поздравил жителей с праздником и отметил историческую важность события. Ведь для нашего города это еще и большой шаг вперед к установлению дружественных связей и побратимских отношений с городом Ялта. Для нас стало самым значимым, самым большим событием для нашего города – это установление побратимских отношений с Республикой Крым, в частности, с городом Ялта. Мы поддерживаем партнерские и дружеские отношения, общаемся, обмениваемся опытом и являемся побратимами друг у друга. В этот праздничный день я желаю всем мирного неба над головой, счастья, любви, удачи и, самое главное, процветания всем нам и нашему любимому городу Электрогорску. С праздником вас! После официальной части на сцене выступили творческие коллективы города, танцевальная студия «Лига», хоры, вокалисты детской школы искусств, вокальный ансамбль «Конфетти» и Центр дополнительного образования «Истоки». Время менять, обещания спортивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честно любивые, завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставить лица силы? Кто, если не мы, свободная Россия? И сколько бы лет ни прошло, жители не переставая будут радоваться тому, что, наконец-то, Крым в родной гавани. Я лично очень рада, очень. И мы хотим, чтобы так было, и хотим ездить отдыхать туда. Рада. А ездили вообще отдыхать? Нет, нет, не ездила. Пока он был, так сказать, зарубежный, не ездила. А теперь могу спокойно поехать. Я очень рада, что он нам вернулся с первых дней и до сих пор рада. Ну, считаю, что это очень положительный момент в нашей истории. Ездите в Крым отдыхать? Да, конечно, каждый год. А вот когда мост построили, уже катались по нему? Нет. В этом году планируем первый раз поехать. Очень позитивно. Ездите отдыхать? Собираемся. Собираетесь. То есть по новому мосту прокатиться хочется, да? Очень хочется. И надеемся, что железнодорожный мост будет сдан в ближайшее время. Ну, вообще, как бы я, конечно же, представитель Советского Союза. Поэтому целостность нашего государства всегда приветствуется. Совсем скоро в нашем городе могут появиться первые сенсеи. Несколько месяцев назад на базе городского лица от спортивной школы «Вымпел» открылась секция айкидо. Овладеть боевым искусством может любой желающий. Это непростая разминка, к которой привыкли все спортсмены. На ковре детей готовят к тренировке не только физически, но и духовно. Одно из древнейших и самых изящных современных видов боевых искусств Японии было создано в конце 20-х годов прошлого столетия мастером Марихея Муйсибой, объединившим практические приемы самозащиты, искусство фехтования на мечах и копьях, а также техники других, более древних видов боевых искусств в уникальную систему физического и духовного совершенствования. Само айкидо гармонизирует боевое искусство и философию. Айкидо, сразу, может быть, и не выскажешь, как это происходит. Айкидо – это искусство мира, которое позволяет нам не применять какие-то мысли, в первую очередь, помыслы, а уже действия, которые каким-то нехорошим образом отражаются на людях, которые нас окружают. Поэтому, наверное, это основной инструмент, я бы так назвал, по жизни, которое позволяет соединить воедино мысли, ну и, соответственно, тело. То есть при помощи айкидо мы упражняем себя не только физически, но и душевно, настраивая себя на большие потоки восприятия. Ну и, соответственно, проявление всей той доброты, которая у нас может существовать. Айкидо позволяет побеждать, используя силу противника против него самого, оставаясь в духовном равновесии. Шаг за шагом, совершенствуя свои навыки, ученик может научиться защищать себя, не причиняя вреда нападающему. Помимо укрепления духа, освоение искусства айкидо поможет укрепить тело, развить реакцию и координацию, повысить выносливость и многое другое. С юными учениками занимается мастер первого дана, обладатель черного пояса, тренер Алексей Корольков, который как раз решил нести восточную философию людям. Занимаюсь спортом давно, с детства, я бы сказал. Познакомился с айкидо из журнала «Боевое искусство планеты», когда еще был маленький, выписывал. Ну вот, благодаря тому знакомству удалось съездить в Японию впоследствии, вот ездил в 2007 году. Ну, продолжаем вести тренировки в связи с таким сложением обстоятельств. Доги или кимоно ученика состоит из белых штанов, куртки и пояса, цвет которого зависит от уровня занимающегося. Особая роль в боевом искусстве отводится хакаме, широким и длинным штанам, больше напоминающим юбку. Хакама носит в себе достаточно много складок, и каждая из складок, она содержит в себе своего рода одно из качеств человека, которые называются как благородность, справедливость, то есть достаточно много, как 8. Ну, как Марихей говорил в свое время, если ученик находится на тренировке без хакамы, то он как в нижнем белье. То есть, соответственно, хакама – это основная атрибутика для занятия айкидо. На мой взгляд, хакама создает вот эти вот движения вихревые, при страховках, передвижениях, которые позволяют своевременно поставить там вес тела в ту или иную точку, правильно выполнить прием. Кто-то из ребят впечатлился мастерской техникой киногероя, Стивена Сигала или Кристиана Тосье, кто-то увидел невероятные бои мастеров айкидо, а кто-то в целях самообороны решил заняться этим видом боевого искусства. Расскажи, вот как тебе пришла идея заниматься именно этим спортом? Ну, приемы, как делаем все, интересно. Я хочу научиться боевому искусству. А тебе как-то это папа предложили? Может быть, ты какой-то фильм посмотрел? У тебя есть мультгерой какой-то? Ну, нет. Ну, наверное, я не помню. Наверное, с семьей подумали. То есть родители тебе предложили, да? Тебе вообще нравится? Ты долго занимаешься? Да. Почему ты именно айкидо выбрался? Потому что мне показалось, что он хороший вид спорта. Потому что я посмотрел видео в интернете и понял, что надо заниматься айкидо, чтобы защищаться от врагов. Мне нравится этот вид спорта. А откуда ты его увидел? Может быть, смотрел какие-то фильмы? Я в Ютубе видел. Такие там приемы очень мне нравятся. А какой прием тебе особенно тут нравится? Вот сколько ты уже занимаешься? Что особенно заняется? Иременаги. А вот не страшно все-таки здесь такие сильные, получается, схватки у вас? Нет, не страшно. Не, ну, больновато, но мы стучим. Нет, не больно. Ну, здорово. Ну, у тебя большие планы как? Вообще хочешь профессионально этим заниматься? Или просто для самообороны? Вот для чего тебе? Мне, именно для самообороны, чисто для себя. Айкидо – это долгий путь к жизненной энергии и балансу. Но желание, упорство и регулярные тренировки с профессиональным тренером позволят достичь любой цели. Занятия по айкидо проходят в малом спортивном зале лицея три раза в неделю. Набор в группы продолжается. Взрывный специалист, который давно в этом виде спорта. Также хочу сказать, что у него, без сомнения, педагогический талант к занятиям с детьми. Это заметно, в принципе, и с занятий, и как он относится к детям. Также хочу сказать, что на данный момент в отделении айкидо занимается более десяти человек. Хочу также выразить благодарность Евдокимовой, Надежде Николаевне, за то, что предоставляет нам зал для занятий. 10 марта архивисты Российской Федерации отмечали свой профессиональный праздник – День архивов. А для работников архивной отрасли Подмосковья в этом году произошло важное событие. Ровно 95 лет назад, 1 января 1924 года, Московское губернское архивное бюро стало самостоятельным архивным учреждением. Этот день считается датой создания архивной службы области. Подмосковные архивисты уверенно стоят на страже документального наследия Московской области, поддерживая историческую преемственность во всех сферах жизни региона, создают точный портрет времени и даже успевают принять участие в профессиональном конкурсе. Ежегодно главным архивным управлением Московской области проводится конкурс на лучший муниципальный архив. В этом году по итоговому рейтингу архивов до 20 тысяч единиц хранения Электрогорский вошел в пятерку лидеров. За последние пять лет у нас комплектование архивов, у нас очень много принято на хранение документов. Если, например, пять лет назад было 2 тысячи, там, 2 тысячи шестьсот у нас где-то единиц хранения, то сейчас у нас уже 7 тысяч единиц хранения в архиве. Это большой объем документов мы приняли. Научно-справочный аппарат мы постоянно обновляем, готовим, чтобы не отставаться от других архивов и чтобы было удобно гражданам города посмотреть, увидеть. Конкурс проходил в четырех номинациях среди трех категорий муниципальных архивов – большие, средние и маленькие. А работа архивистов оценивалась по нескольким критериям. По обеспечению сохранности, комплектованию, научно-справочному аппарату, кадровому обеспечению с выездом к нам в архив, они проверяют всю нашу работу. Профессионализм, обширные знания, преданность делу – вот главные черты современных архивистов. Благодаря их труду сохраняется и используется ценная историческая и документальная информация. Например, человек потерял документ, и он растерян, как ему быть дальше, его нужно принести в какую-то организацию, с него требуют. Он приходит, и мы находим документ. И это очень такая отдача, вот в чем работа архива заключается. В помощи гражданам нашим города, предоставление им вот из архива справок. В архиве документы не только хранятся, но и активно используются в работе. Жители обращаются за архивной справкой, например, о выделении земельного участка, о приватизации квартиры или предоставлении жилой площади, об обучении, трудовом стаже и заработной платы в различных организациях города. Ежедневно, где-то около, бывает меньше, бывает больше, 10-15, бывает и 20 запросов граждан, которые работали или работают еще в организации городских, поступают запросы в архив. Растет и количество запросов, предоставляемых через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. У меня должно быть в архиве все четко по правилам хранения документов, чтобы я очень быстро нашла нужный документ и подготовила архивную справку на запрос. Ответила на запрос максимально быстрый срок. Максимальный срок до 30 дней, но обычно у нас намного быстрее это все предоставляем. 30 дней у нас практически никогда не выдерживает. Архив «Электрогорска» довольно молодой. Образован он 1 октября 1997 года. И на то время в нем было 433 единицы хранения. Сегодня на хранении находится уже 7 тысяч единиц. Например, у нас даже есть документы судебного участка, например, Совета депутатов, других каких-то организаций, которые у нас были. Например, «Коммунальщик» когда-то у нас тоже большая организация в городе была. У нас всего 37 архивных фондов, организаций города. Динамичное развитие архивной службы Подмосковья ставит перед его работниками масштабные задачи. Одна из них – перевод архивных документов в электронный вид. Это даже показатель наш, очень важный в программе нашей развития архивного дела городского округа «Электрогорска». Мы теперь все архивные документы переводим в электронный вид документы архива и должны всегда достигать этого показателя, который у нас запланирован на очередной год. На содержание и функционирование архива выделяются не только средства из местного бюджета, но и региональные субвенции. Сегодняшний архив – это не только след вчерашнего дня, принадлежащий нашим предшественникам, но мы сами в завтрашнем дне. Мы какими увидят нас потомки. В Доме культуры с профессиональным праздником поздравили работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Поздравлением присоединилась наша съемочная группа. Торжественные мероприятия в рамках празднования Дня работников сферы обслуживания населения прошло 21 марта в Доме культуры. В этот день со сцены в адрес собравшихся звучали поздравления с профессиональным праздником и пожелания здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности. Уважаемые коллеги, очень рад и горжусь называть вас действительно коллегами. Наверное, дал самые молодые годы своей жизни, работая в системе ЖГК. И очень понимаю, как это сложно, какая это трудная работа, как тяжело решать все проблемы жителей. И сегодня, я так понимаю, у нас в этом зале присутствуют в основном самые передовики управляющей компании. И ТСК «Мосэнерго», и Сахару присутствуют. Позвольте вас поздравить с этим замечательным праздником, профессиональным вашим днем, Днем Работника ЖГК и бытового обслуживания. Пожелать вам искреннего здоровья, терпения, удачи, творческих успехов в вашем труде. Всем тем, кто продолжает трудиться, кто будет трудиться, всегда настроение хорошего и бодрости духа для того, чтобы выполнять этот очень сложный труд на благо наших жителей, на благо нашего города. Поздравил работников жилищно-коммунальной и бытовой сферы и вручил почетные грамоты заместитель главы администрации Максим Коробков. Вот так, что сказать, да, сложно, да, ну, ЖКХ-система всегда, она была самой сложной в любом городе, в любом населенном пункте системы. Но мы же понимаем, что мы работаем напрямую с жителями. Непосредственно каждый день сталкиваемся с проблемами, каждый день что-то протекает, каждый день утекло, отвалилась сосулька, глыба, все что угодно. Поэтому я, наверное, все-таки не скрываясь, скажу, благодаря нам, Электрогорск, он один, скажем, из лучших, но в области по данному направлению. Поэтому так дальше мы продолжать будем, мы будем стараться работать на благо наших жителей и города. Работа в этих сферах требует от человека терпения, специальных умений и знаний, ответственности, самоотдачи и способности находить контакт с людьми. Своим ежедневным нелегким трудом они улучшают быт горожан и делают наш город самым лучшим городом на земле. Я считаю, что наш город очень преобразился. Я считаю, что это заслуга работников ЖКХ и всех остальных, которые принимали в этом участие, которые всем этим занимались, благоустройством, ремонтом подъездов, всего остального. В честь этого праздника городские творческие коллективы радовали всех собравшихся концертными номерами. Телеканал ТВЛ сердечно поздравляет всех сотрудников бытового обслуживания населения, торговли, ЖКХ с профессиональным праздником. От чистого сердца желаем спокойной и успешной работы, счастливой семейной жизни и уверенного завтрашнего дня. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Выбирая подарок для дорогого человека, мы всегда находимся в состоянии предвкушения. Нисколько важны нам материальные стороны, сколько душевная сторона вопроса. Не нужно ждать моментов для подарка, можно просто доставить удовольствие в любой момент. Каждая вещь, представленная в магазине интересных подарков, может стать приятным сюрпризом, который принесет улыбку и удовольствие. Стоит отметить, особое внимание женщины уделяют выбору посуды и кухонным принадлежностям. Именно такие, всегда нужные предметы порадуют каждую хозяйку, ведь кухня – это особое место в квартире, царство уюта и семейного счастья. У нас представлен широкий ассортимент бытовой техники и для дома, и для кухни. Без этой техники невозможно представить ни один дом, значит, такой подарок подчеркнет проявляющуюся заботу и участие. В магазине интересных подарков представлен широкий ассортимент игрушек для детей всех возрастов. Провести время с удовольствием и пользой, потренировать логическое и пространственное мышление, вам помогут игрушки-головоломки. Они будут интересны не только детям, но и взрослым. Не знаете, что подарить дорогому мужчине? Или хотите оказать уважение своему деловому партнеру? То даже в символических подарках лучше выбирать что-то качественное и дорогое. Например, правильно подобранный портсигар с зажигалкой, или набор для вина в деревянной шкатулке, фляжка, настольные деревянные шахматы, и даже не важно, умеете ли вы по-настоящему играть или нет. Каждая подаренная вещь, безусловно, демонстрирует искреннее желание сделать что-то приятное. А если вы тем самым воплотите давнюю мечту, это подчеркнет неподдельное личное внимание, да и подарок останется в памяти на долгие годы. Передать частичку душевного тепла помогут в магазине интересных подарков по адресу улица Ухтомского, дом 4Б, второй этаж. Это новости на канале ТВЛ, продолжаем наш выпуск. Далее в эфире репортаж о еженедельной работе главы. С наступлением весны дорожные и коммунальные службы меняют свой вектор работы. Если зимой основные силы были нацелены на борьбу со снежными навалами и обледеневшими крышами, то теперь первоочередной задачей становится ликвидация подтоплений и уборка мусора. На территории города снег уже активно тает. Процесс схода снежного покрова идет быстрее, чем в полях и лесах. Идет вытаивание снега, мусор стал появляться на придомовых территориях, на общественных, городских. Наша задача – мы сейчас уже расставляем силы на уборку мусора по городу. Коммунальные службы занимаются обрезкой веток, кронированием деревьев, уборкой тротуаров, наведением порядка в городе. Во время объезда оценили состояние детских площадок. Скоро потеплеет, растает снег, поэтому большое количество времени дети будут проводить именно там. Необходимо привести в порядок после зимы все игровые элементы, проверить их функциональность и безопасность. Кроме того, провели объезд по дворам, где предстоит провести огромную работу – комплексное благоустройство. Таких у нас дворов семь. Будем проводить активные встречи с жителями, разъяснять про комплексное благоустройство, показывать схемы, как что будет сделано, как планируется выполнение благоустройства. В связи с обильным таянием снега обнажаются несанкционированные свалки мусора. Поэтому администрация традиционно готовится к месячнику по благоустройству, наведению чистоты и порядка в городе. В этом году я планирую, чтобы месячник благоустройства был проведен не только на прилегающей территории и улице. Мы еще хотим захватить и подъезды и попросить, конечно, наш блок торговли, предпринимателей, магазины, торговые сети подключиться к этой акции и навести порядок к генеральному уборку внутри магазинов, внутри подъездов, внутри школ, садов, а также на улице прилегающей территории. Вот с 1 апреля у нас есть такая задумка, такое мероприятие провести. Отдельный рабочий объезд главы был посвящен оценке и осмотру участков автомобильных дорог, запланированных к ремонту в этом году. На сегодняшний день все контракты уже заключены. Основное внимание будет уделено дорогам частного сектора. На это есть большой запрос у жителей. В план ремонта на 2019 год вошли 7 участков автомобильных дорог. Улица Пионерская, Классона, Классона-2 от перекрестка с улицы Пушкина до улицы Буденова. Улица Советская от перекрестка до железнодорожного переезда. Улица Невского, Островского до ветеринарной клиники. Пушкина от переулка Невского до улицы Невского. Притяженность отремонтированных дорог составит 4 километра 200 метров. Площадь более 28 тысяч квадратных метров. К работам приступят, как только установятся погодные условия. В этом году исполняется ровно 25 лет с того момента, как педагог Центра дополнительного образования истоки Татьяна Клименко провела первое семейное занятие, на котором дети рисуют вместе со своими родителями и 10 лет, как педагог, работает по программе «Мама, папа, я. Акварельная семья». На этот раз семьи рисовали автобус, который они хотели бы видеть в нашем городе. Подробности далее. Представьте, если бы по городу ездили автобусы, на которых изображены рисунки ваших детей. Цветные, яркие, красивые. Такую идею захотела воплотить в жизнь педагог Центра дополнительного образования истоки Татьяна Клименко. Не поверите, началось с лета, когда вот этот автобус стоял у меня на даче. И мне пришло в голову, что вот как бы этот автобус к себе на занятии во время изучения правил дорожного движения. И вот так родилась эта идея. А то, что мы с семьей, это уже 25 лет. Я обожаю эту тему, и поэтому посмотрите, как здорово. Семьи подхватили эту идею и воплотили такие шикарные автобусы. Вот бы, если они еще продолжились. Не просто на рисунках, а воплотились в жизни, да, на нашей дороге. В этом году исполнилось ровно 25 лет с того момента, как она провела первое семейное занятие, на котором дети рисуют вместе со своими родителями. И 10 лет, как педагог, она работает по программе «Мама, папа, я. Акварельная семья». Такие занятия объединяют бабушек, мам, пап, дедушек вместе с детьми. Ведь ничто не заменит тех минут, которые мы проводим вместе с ними. В честь юбилейной даты в объединении «Веселой акварельки» прошло замечательное открытое занятие «Акварельный автобус для нашего города». Семьи рисовали автобус, который хотели бы видеть в нашем городе. Что вы сейчас здесь делаете? Рисуем колеса к автобусам. Проводим мастер-класс с использованием клея, соли и красок. Да, на самом деле. Получаем такую вот некую радугу цветов. То есть вы солью делаете колеса, да? Да, наносим клей, сверху посыпаем солью и дальше капельками краски мы получаем. Чтобы они сразу в семний период еще и посыпались с собой. Конечно. На самом деле очень оригинальный метод. Впервые сталкиваюсь с таким методом. Очень интересно, оригинально. И всем стоит попробовать. Нужны такие занятия? Обязательно. Но они объединяют. Объединяют. Но это же интересно. С детьми проводишь время. А кто еще вместе с вами все-таки рисовал этот автобус? Да все семьей участвовали. И дедушка, и бабушка. Дедушка нет. Дедушка не участвовала. Он телевизор днями смотрит. Почти два месяца участники готовились к этому мероприятию. Выбирали идею, образы, эскизы для своих рисунков. Придумывали названия. Каждая семейная команда не только рассказала о своем автобусе, но и подготовила небольшой творческий номер. Через ней сбежит дорога. Светофор моргает строго. К пешеходу все спешат. От лосей и до мышат. Иногда через дорогу пешеходов очень много. Скачет, ходит, пробегает, проползает, пролетает. Мама ежика учила. Мама пальчиком грозила. Знай-то правило, малыш. Если красный свет, стоишь. Если желтый, просто жди. На зеленый, проходи. И вот сейчас все автобусы на парковке ждут результатов. В гости к участникам приехали начальник отдела безопасности Павлово-Пасадского пассажирского предприятия, директор детской школы искусства, ее заместитель, а также воспитатели детского сада 43. Замечательное мероприятие. Во-первых, нас всегда привлекает любое мероприятие, которое связано с автобусами. Автобус, он прочно вошел в нашу жизнь. Мы уже сегодня представляем нашу повседневную жизнь без автобуса. Но за простой обыденностью, сел и доехал до школы, лежит огромный труд большого коллектива. У нас работает 400 человек, 200 водителей. Они ежедневно с раннего утра до поздней ночи перевозят пассажиров. Автобус – это дорогостоящее оборудование, и его надо содержать. И большой коллектив слесарей, мойщиков, заправщиков, инженеров, механиков осуществляет ежедневную работу, чтобы автобус выехал на линию чистым, исправным, и чтобы благополучно каждый доехал до своего места. Андрей Викторович поблагодарил семьи за прекрасный и душевный праздник и пообещал ребятам, что постарается сделать так, что их акварельные автобусы увидят жителей Электрогорска. Эти рисунки мы, наверное, попробуем разместить на Электрогорском автожелезнодорожном комплексе. Их жители города и гости, наверное, будут проходить и увидеть рисунки знакомых детей. Я думаю, что это можно будет решить. В городской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Какие вопросы обсуждались на рабочем заседании, смотрите далее. Представители администрации, полиции, управляющих компанией ТСЖ, МЧС, пожарной части, Электрогорского участкового лесничества собрались на очередное заседание, чтобы обсудить два вопроса, касающихся подготовки к противопаводковым мероприятиям и обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный период. Хотелось напомнить, что городу грозит, в принципе, не поводок, а грозит активное таяние снега, оставшееся неубранным. Через также, через средства массовой информации, организовывается регулярное проведение предупредительных мероприятий и разъяснительная работа по предотвращению гибели людей на водных объектах. В учебных заведениях проводятся занятия по мерам безопасности на водоемах в период весеннего таяния снега и ослабления ледяного покрова. В течение всего зимнего периода отделом проводится мониторинг ледяного покрова. В настоящее время толщина порядка 15-20 сантиметров льда, но весенний лед опасен не толщиной, а разрыхлением. Поэтому особенно важно провести работу в школах и детских садах по недопущению выхода детей на лед в этот период. В ходе заседания был составлен и утвержден план действий учреждений и организаций города по смягчению последствий весеннего схода снега и поставлена задача провести работу с населением по безопасному поведению населения на водных объектах. Как правило, в данный период, это весна, сегодня мы говорим о том, что в наших образовательных организациях проходят уроки и в рамках предмета ОБЖ, и классные часы, и, как уже было сказано, встречи с сотрудниками и нашего территориального отдела безопасности. Приглашаем и представителей госпожного отзора, проводим беседы по поводу безопасного поведения детей, вообще не выхождения детей во время таяния льда. В целях профилактики возгорания лесных массивов организована работа оперативного штаба городского округа «Электрогорск» по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Как правило, весенние палы возникают от брошенных и потушенных огурок сигарет, от хулиганских действий третьих лиц, а также от детской шалости. В целях стабилизации обстановки с пожарами в весеннолетний пожаропастный период необходимо активизировать работу по информированию населения с доведением требований пожарной безопасности через печатные СМИ, телевидение, электронные СМИ, включая Инстаграм и другие мессенджеры. Как показывает анализ осведомленности населения в области пожарной безопасности, что современные способы и методы доведения информации доступны не для всех слоев населения. Предлагаем активизировать работу по распространению листовок на противопожарную тематику. Также в ходе заседания намечена проверка водоподающей инженерной техники. А с наступлением шашлычно-дачного периода планируется большая работа по профилактике весеннего пала травы. Как мы уже сказали, профилактику мы каждые выходные, праздничные дни проводим профилактику в городском округе Электрогорск. Беседуем как и в муниципальных домах, так и в частных домах СМТ. С началом сезона начнем беседовать в СМТ. По постановлению губернатора Московской области летний пожароопасный период в этом году вводится с 10 апреля и завершается 1 ноября. 23-м неочередное заседание Совета депутатов состоялось 20 марта в зале заседания городской администрации. Из 14 народных избранников, входящих в Совет, на нем присутствовало 11 человек. Что депутатов заставило собраться вне утвержденного графика заседаний, расскажем в следующем сюжете. Более получаса депутаты обсуждали вопрос об установлении тарифов по оплате услуг бани по повывке населения и предоставлению льгот отдельным категориям жителей города на данную услугу. Именно этот вопрос был ключевым в повестке внеочередного заседания Совета депутатов. Предлагается ввести в действие тариф на услугу бани в размере 380 рублей на человека. Установить льготы по оплате услуги бани по повывке населения муниципально-унитарного предприятия в порядок для следующих категорий граждан. Детям от 7 до 14 лет, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам – 190 рублей. Пенсионерам, получившим право на трудовую пенсию, инвалидам – 1-2 групп – 220 рублей. Освободить полностью от оплаты услуги по повывке населения ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий, детей до 7 лет, неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в жилищном фонде, не оборудованном централизованным горячим водоснабжением, централизованной системой водоотведения, индивидуальными электрогазо- и водонагревательными приборами или ванной-душом. Вопрос новой цены одноразового посещения бани вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Откуда такая стоимость образовалась? Цены на услуги городской бани не менялись с 2014 года, и после ремонта она выросла на 26,7%. У нас баня муниципальная, я так понимаю? Конечно. Некоммерческая. Диктор Анатольевич нам сказал, что обзвонил бани близлежащие. В среднем цена сейчас по баням в регионе 400-500 рублей, но там бани коммерческие, у нас некоммерческая бани. В час? Нет, разные. Разные, разные. То есть, допустим, по посаде, так же, как у нас плати и партия сколько угодно. То есть, допустим, мы там в Аристокаде на втором километре, потом баня в Караваево, то же самое все идет. А там сколько стоит? Там тоже 300-350 рублей стоит бани. То есть, Витам Тольевич, какие вы бани обзванивали? Мы обзванивали те бани, которые по структуре и виду деятельности похожи на нашу баню. То есть, это баня, которая находится в Орехозове, Морозовске и Аристократ. То есть, одну секундочку. Значит, коммерческая баня, муниципальная баня, у нас какие-то льготные тарифы, если мы муниципальная баня. То есть, у нас получается дешевле на плату за электричество, за теплоотно, за воду. То есть, я считаю, что на таких же общих основаниях. Те бани, которые мы рассматривали в большем количестве, они в основном подчасовые. Вот если, что касается, без лимита времени, вот это две, с которыми можно сравнивать. То есть, у очень многих банях есть бассейны и прочее, прочее. То есть, естественно, мы их не рассматриваем. Я понимаю, что там ценник гораздо выше. Ну, бассейн, у нас вместо бассейна уже, будем так говорить, да? Это еще лучше. Бесплатные, да. Надо с муниципальными, конечно, сравнивать. Ну, я считаю, что надо посчитать, посмотреть. Депутатов волновал вопрос, соответствует ли новая цена входного билета тем фактическим затратам, которые получаются после начала работы нового современного банного комплекса, в котором появилось технологическое оборудование, требующее дополнительного ресурсного обеспечения. Вы 80 рублей эти ведь заложили. С чего? Может быть, там больше надо заложить? Мы точный тариф, точное потребление коммунальных ресурсов по бане после капитального ремонта, мы не можем сосчитать, ввиду того, что еще не выставлен ни один счет за месяц. Она не работала, да. Когда баня отработает, ну, как минимум квартал хотя бы, чтобы можно было сделать какую-то картину иметь, тогда мы можем о чем-то говорить. Сейчас мы о четкой картине сказать не можем. И я хочу еще сказать одно. То, что вы сказали, что баня не должна содержать весьму порядок. Баня и не сможет с таким тарифом, так скажем, и чтобы окупать еще коммунальные услуги. Фонд оплаты труда, в первую очередь, закладывается в фонд оплаты труда сотрудникам, которые непосредственно оказывают услугу. То есть это уборщик, кто там еще, и так далее. Но здесь речь не идет ни о руководителе, ни о главном бухгалтере. О тех изменениях, которые произошли во время капитального ремонта в зданиях городской бани и планируемых в связи с этим затратом на обслуживание, депутатам рассказал глава города Денис Семенов. До ремонта не было никакой инфраструктуры, не было системы вентиляции, не было слаботочных систем, пожаротушения системы, не было видеонаблюдения, не было такой электрики, такой сантехники, септиков не было мощных, которые на улице стоят с обратной стороны. Раньше все это текло на ландшафт, без всей... Все, что с бани шло, все текло. Со всем с этим нужно заключать договора. Нужно заключать договора на обслуживание системы вентиляции. Нужно заключать договора на замену фильтров вентиляции. У нас в 14-й школе, Владимир Сергеевич знает, фильтры, они только 200 тысяч стоят в год поменять, для того, чтобы дети не заболели, никакой инфекции не пришло, и чтобы вся эта грязь фильтров, все это снимали, запаковывали в пакет и увозили. Там такие же стоят фильтры. Нужно обслуживать септики. В септиках стоят компрессоры, стоит мощная система с бактериями, которые все это обрабатывают, аэрация, которую тоже нужно все обслуживать. Как можно не учитывать, я не понимаю. Вот это вот, ну допустим, отпусти, давайте сделаем 300 рублей. Через 300 рублей мы выдадим всем сотрудникам уведомление о том, что в связи с ликвидацией организации, в связи с тем, что она просто не вытянула. Это раз. Второе. Тариф не повышался с 2014 года. Сколько каждый год поднимается тариф на электроэнергию, на воду и на теплоснабжение? Каждый год он повышается с 1 июля. На 5% он повышается, где-то 5, где-то 7, где-то 12%. У нас какой-то год в теплоэнергии было 12%. Мы первый месяц, сразу же первый месяц, ДЭС, порядок уйдет в убыток с таким тарифом. Мы так тарифы не поднимаем. Даже если сравнивать, смотреть по аналогии, если говорить, то действительно тариф должен быть большой. И не факт, что мы даже вернемся не к снижению, а наоборот к повышению. Что будет, какая ситуация будет на выходе по итогам первого квартала. И потом я могу даже с полной уверенностью, с полной ответственностью сказать, мы потратили огромное количество денег, средств премии губернатора, почти 30 миллионов, на реконструкцию, модернизацию, на капитальный ремонт всех систем, всех учреждений. Я просто не позволю, чтобы мы запороли септик дорогой, чтобы мы систему вентиляции сломали, чтобы мы начали отключать эти рубильники, автоматы, перекрывать краны, что это испортили, это испортили, это испортили. Это надо все обслуживать, надо все содержать. Вопросов к сотрудникам администрации и директору МУП порядок у депутатов было много. От того, какое решение сегодня депутаты примут, будет зависеть сразу два очень важных вопроса. Рентабельность бани и не будут ли жители платить лишнего за оказанную услугу. Мне кажется, что если мы все, что сейчас перечислил, если все положить, там такой тариф выкатится. Мы просто не имеем права морального даже его назначить, если вот так вот по-хорошему. Поэтому здесь еще образование тарифа, то, которое сейчас мы видим, предлагаемый тариф, оно такой компромисс между социальной значимостью и коммерцией. Чтобы это только работало с небольшой рентабельностью, да, но при этом наши люди могли ходить вот по такой цене, значит, получать такую услугу. После обсуждения Денис Семенов пригласил депутатов на экскурсию в новую баню, а пока депутаты сроком на три месяца утвердили предложенные тарифы. По истечению этого периода директор МУП порядок должен будет предоставить фактические затраты и доходы, полученные показанию данной услуги населению. Очень радостно у нас сегодня получается, так как наш совет без комиссии, да, многие люди оказались с невольными свидетелями, телезрителями, ну, как у нас проходят комиссии, примерно в таком же роде. Я единственное, что хотел бы... Бурно, на самом деле, да, многие смотрят совет, да, и смотрят, да, принимают, да, принимают. А на самом деле большинство, подавляющее большинство решений, они проходят действительно в дискуссии, вроде того, как сейчас прозвучало. Хотел бы еще немножко добавить, Дмитрий, то, что еще не учли, у нас увеличилось количество льготников. В частности, я сейчас говорю, речь о ветеранах боевых действий. А их у нас порядка 200 человек. Сняли оплату с детей до 7 лет, там были какие-то, да, 50 или 80 рублей, что там было-то? А многодетным льготы не предоставляемы? Многодетных нет, да, здесь ходят? Многодетных нету, я смотрел, да. Дет, дети, сироты, да. Может, многодетным тоже сделать скидку? Надо посмотреть, вот спустя 3 месяца, что будет. Вот как будут ходить, кто будет ходить, будут ходить, не будут, будут какие-то обращения. Для льготных категорий периодичность предоставления услуги один раз в неделю. Для получения льготы необходимо написать заявление в МУП-порядок и предоставить документы, подтверждающие соответствующий льготный статус. Документ, удостоверяющий личность. Документы, подтверждающие проживание на территории городского округа Электрогорск. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности. Пенсионные удостоверения, трудовая книжка. Справка, выданная организацией, обслуживающей жилой фонд, о проживании в квартире, доме, не оборудованном, с отсутствием условий. Отказ или уклонение гражданина от обследования жилого помещения, невозможность проведения обследования жилого помещения в связи с отсутствием гражданина в жилом помещении является основанием для отказа предоставления работы на услугу. Справка об обследовании жилого помещения предоставляет самопорядок один раз в полугодие. Также на заседании Советов депутатов были внесены изменения и дополнения в решение о бюджете городского округа Электрогорск. Депутаты уточнили вопрос о целесообразности использования 1 миллиона рублей на кадастровые работы по постановке на учет бесхозного коллектора. У меня предложение какое, что давайте не будем спешить тратить этот миллион рублей. Сегодня. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, потратить, мы всегда успеем принять положение. А сегодня проголосовать за исключением вот этой затраты на кадастрирование в размере 1 миллион рублей. Я считаю, что это было бы правильно. Я предлагаю, что принять в целом, кроме пункта затрат на кадастрирование и работают в размере 1 миллиона рублей. Объект капитального строительства на государственном кадастре учет в целях постановки на канализационном коллекторе протяженностью 13 километров. Кто за то, чтобы внести изменения в бюджет без учета вот этого вышеизвученного пункта? Прошу голосовать. Кто за? Против? Обижались. Спасибо. Внесены изменения и дополнения в решении Совета депутатов об утверждении состава постоянных комиссий. В связи с выходом из Совета депутатов депутата от партии КПРФ Евгения Бабина. И поднимался вопрос о посещаемости депутатами заседания Совета депутатов за 2018 год. На общем фоне статистика посещаемости у нас, в принципе, на должном уровне. Немалое количество у нас депутатов-активистов. Пять человек, которые пропустили всего одно заседание. Это Дорофея Ольга Анатольевна, Олавиев Александр Михайлович, Меняша Вороля Ревхатовна, Калмыков Денис Алексеевич и Евдокимова Надежда Николаевна. На трех заседаниях из 14 не было 4 депутата. Лукьянова Владимира Сергеевича, Подивилова Дмитрия Алексеевича, Чесмина Алексея Викторовича, Матыцына Валентина Андреевича. Александр Анатольевич у нас имеет самое большое количество пропусков, но тем не менее, уважаемые депутаты, обратите внимание, он присутствовал более чем половина. То есть, менее половины у нас никого нет. Тех, кого я не назвала, у нас входят в золотую середину, самую удобную. Но вполне обоснованно можно признать работу нашего совета депутатов за 2018 год удовлетворить. На этом неочередное заседание совета депутатов было завершено. И о погоде в завершении выпуска. Сегодня циклон североатлантического происхождения принес в столичный регион обильные осадки в виде мокрого снега. За сутки выпало 25% месячной нормы. Но, несмотря на это, на грядущих выходных температура воздуха сохранит показатели выше нормы. Ближайшей ночью пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. В субботу, 23 марта, ожидается до 5 градусов тепла. А в воскресенье температура поднимется до отметки в плюс 7 градусов. При этом прогнозируется порывистый ветер до 12-13 метров в секунду. Непродолжительные осадки в виде снега местами с дождем. А также переменная облачность с прояснениями. Продолжит наш эфир проект «Вне зоны». Это телевизионная передача, в которой рассказывается об экстремальных маршрутах. Места, куда немногие решаются отправиться. И на этот раз путешественники выбрали точкой маршрута Синюю гору Волгоградской области. Приятного просмотра. А я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Костина. Хороших вам выходных. До встречи на канале ТВЛ. ТВЛ.